Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о теме состав слова и орфография. Конечно же, сегодня мы поработаем над тестовыми заданиями и посмотрим, как же решать их. Давайте, ребята, посмотрим, сколько значимых частей в слове понатаскал. Прежде чем определить количество значимых частей, мы с вами должны вспомнить, что же такое значимые части слова. Это у нас все приставка, корень, суффикс и окончание. Иногда, ребята, вы путаете, и окончание вы не вводите состав значимых частей. Но помните, окончание это наименьшая изменяемая часть слова. Смотрим. Это у нас глагол. Следовательно, для того, чтобы определить количество значимых частей, мы с вами должны найти, есть ли здесь окончание. Для того, чтобы определить окончание, мы с вами должны изменить данное слово. Понатаскал. Что сделал? Понатаскал ла. Следовательно, если у нас есть окончание а при изменения рода. Следовательно, у нас здесь нулевое окончание. Дальше. Для того, чтобы считать количество значимых частей, нам, в принципе, выделять основу не нужно. Но мы выделим основу, как при разборе слова по составу. Смотрим на основу. Основа – это вся часть слова без окончания и некоторых формообразующих суффиксов. Смотрим. Основа у нас – панатоска. Почему панатоска? Так как л – это суффикс прошедшего времени глагола. Следовательно, это формообразующий суффикс, который не входит в состав основы. Дальше. Дальше мы должны определить с вами корень. Подбираем однокоренные слова. Таскать, тащить, утащить. Следовательно, мы с вами выделяем корень. Корень таск. Значит, нашли мы с вами корень. У нас корень таск. Находим другие значимые части. У нас есть приставки. И здесь не одна приставка, а две приставки. Смотрим. По – потаскал, натаскал. То есть данные приставки образуют два абсолютно разных слова. Следовательно, выделяем две приставки. Приставка «по» и приставка «на». Далее, конечно же, выделяем суффиксы. Это у нас суффикс глагола «а» и суффикс прошедшего времени глагола «л». А теперь считаем количество значимых частей слова. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Следовательно, ответ у нас шесть значимых частей слова. И здесь у нас вариант «д». Будьте очень внимательны, так как количество значимых частей напрямую зависит от того, какая это часть речи. Следующее задание. Основа выделена верно в слове. Ребята, для того, чтобы работать над этим заданием, мы должны, конечно же, знать, что такое основа. Основа – это вся часть слова без окончания и некоторых формообразующих суффиксов. Но для того, чтобы посмотреть, вы заметили, что у каждого варианта основа выделена полностью. Следовательно, мы должны найти такое слово, которое не изменяется. Ищем такое слово. Ставим данные слова, так как они все у нас существительные, в форму предложенного падежа. «О кознях», «О буднях», «О санях», «О сенях», «О пони». Следовательно, мы с вами нашли неизменяемое слово. Это слово «пони». Это несклоняемое существительное. И поэтому в данном варианте основа выделено верно, так как «пони» – это неизменяемое слово. И основа слова равна всему слову. Ребята, если перед вами такого типа задания, во-первых, вы должны найти корень. Почему должны найти корень? А после этого, конечно, должны найти приставки. Смотрим. Обитать. Обитатели, обитают, обитаешь. Следовательно, мы видим здесь, что у нас нет приставки «об». Далее, обидеть. Так как мы знаем, что в первом слове уже нет приставки «об», следовательно, мы можем убрать этот вариант ответа «он неверный». При работе обязательно вычеркивайте данные варианты, чтобы не запутаться. Далее. Облагородить. Это у нас сложное слово, так как есть соединительное гласное «о». У нас здесь два корня «благ» и «род». Следовательно, у нас нет приставки «об». мы этот вариант тоже должны зачеркнуть. Далее. Обязать. Обязан. Обязанности. То есть, следовательно, мы знаем, что уже у нас приставки «об» в данном слове тоже нет. Следовательно, и вариант «е» мы должны, конечно же, вычеркнуть. Далее. Обдирать. У нас есть корни «дер», «дера». То есть, следовательно, «дер», «дир» – это корни с чередующимися гласными. То есть, здесь корень «дир» и, конечно же, приставка «об». Обессилить. Обессилить мы знаем, что у нас корень «сил». Следовательно, приставка «обес». И мы должны уже спокойно вычеркнуть данный вариант. Смотрим на последний и, следовательно, конечно же, правильный вариант. Это у нас «ломать», «поломан», «сломан». Следовательно, «об» у нас приставка. Обкатать, «катать», «катается». Следовательно, «кат» у нас корень, «об» приставка. Обходить, «ходить», «уходить», «приходить». Следовательно, у нас ход корень и ОП приставка. Ребята, мы с вами нашли вот таким образом правильный вариант ответа. Правильный вариант ответа – это вариант С. Следующее тестовое задание, ребята. В каком ряду только в одном слове окончание ОЙ? Мы должны сразу вспомнить, что же такое окончание. Окончание – это наименьшая изменяемая часть слова. Смотрим на варианты ответов. У нас дорогой ценой. Дорогой – это прилагательное, ценой – это у нас существительное. Дорогая, дорогие, следовательно, у нас ОЙ – окончание. И цена. Цена в именительном падеже, следовательно, ценой, чем в творительном падеже ОЙ – тоже окончание. То есть в данном варианте у нас два слова с окончанием ОЙ. Следующий дистрактор. Шел длинной дорогой. Смотрим, длинная, снова же у нас прилагательная. И ой, конечно же, окончание. Почему длинная, длинной дороги? То есть какой дороги? Следовательно, у нас ой, окончание. Дорогой, дорога, это у нас существительное, чем дорогой в творительном падеже, следовательно, ой, окончание. Снова же, в данном варианте ответа у нас два слова с окончанием ой. Следующий вариант. Обернулась страшной бедой. Снова же страшное, это у нас прилагательное, где окончание ой, и беда, это у нас существительное, снова же окончание ой. В данном варианте у нас снова же два слова с окончанием ой. Любовался родной природой. Смотрим на вариант е. Родная, родной, это у нас снова же ой, окончание. Природа, это существительное, любовался чем природой, снова же в творительном падеже, следовательно, в данном варианте у нас снова же два слова с окончанием ой. Смотрим на последний вариант, и, конечно же, верный. Завязался большой бой. Проверяем, почему в данном варианте у нас всего лишь одно слово с окончанием «ой». Большой. Большого, большому, большие. Следовательно, «ой» у нас окончание. И бой. Нет боя, а «бои» у нас полностью всё слово является, конечно же, корнем. Следовательно, данный вариант – это верный вариант, и мы должны выбрать его. Следующее тестовое задание, ребята, это укажите лишнее в кластере. Мы знаем, что такое, конечно же, кластер, и вы должны понимать. Вы должны подчеркнуть, что вам нужно указать. Укажите лишнее в кластере. Лишнее. Следовательно, мы должны искать то, что нужно, однокоренные слова, но не выбирать их. Почему? Так как мы должны указать лишнее. Смотрим. Однокоренные слова. Имейте в виду, что у нас корень «у». Разуть. Однокоренное слово – корень «у». Обуть. Снова же однокоренное слово. И у нас корень «у». А вот «обдуть» от слова «дуть», «дул», «дуешь» и «суть». Нет сути. Следовательно, два слова «обдуть» и «суть», «суть» и «обдуть» у нас являются лишними в данном кластере. И это наш правильный вариант ответа. Вариант 3 и 4. Они лишние, так как не являются однокоренными словами. Следующее тестовое задание – это установите соответствие. Что такое соответствие? То есть у вас есть два ряда, и вы должны соотнести эти два ряда друг с другом. Смотрим. Мы должны указать прилагательные с суффиксом «их» и с окончанием «их». Вспоминаем, у каких прилагательных есть суффикс «и». Конечно же, если вы вспомнили, это притяжательные и прилагательные. Как мы определяем, являются ли данные прилагательные притяжательными или нет? Мы должны поставить данные слова в любой другой падеж. Можно и в родительные, и в дательные. Самое главное, не в именительном падеже использовать данное слово. Смотрим. Текучий – нет текучего. Гремучий – нет гремучего. Верблюжий – нет верблюжьего. Если вы заметили, после «же» у нас слышится звук «их». Вот если у нас слышится звук «их» и появляется мягкий знак, следовательно, прилагательные, которые оканчиваются на «их», имеют суффикс «их» и нулевое окончание. Следовательно, верблюжий – это у нас прилагательное с суффиксом «их». Смотрим, найдем еще. Есть ли у нас притяжательное прилагательное в данном ряду. Зайчий – нет зайчьего. Снова же призвук «их» и мягкий знак. Следовательно, у нас… Зайчий – тоже притяжательное прилагательное. И последний. Вещий – нет вещего, вещему. Следовательно, вещи – это не прилагательное с суффиксом «их». И остаются другие варианты – текучий, гремучий и вещий, которые являются прилагательными с окончанием «их», так как при изменении меняется эта часть слова. Ребята, в этом тестовом задании что вы должны делать? В словах какого ряда после суффикса «ищ» буква «а». Для того, чтобы определить, пишется ли окончание «а» или нет, нужно указать, конечно же, род слова. Смотрим. Начнем с варианта «е». Селище. Так как у нас сила, это женского рода, следовательно, на конце будет «а». Училище – это все слово «училище». На конце мы знаем, что у нас оно «моё училище» – это полностью слово. Следовательно, у нас буква «е». Лапище. Лапище – это у нас снова «лапа», «она моя». Это существительное женского рода. Следовательно, на конце будет писаться «а». Медведище. Медведь, он мой. Это существительное мужского рода. Следовательно, окончание имеет «е». Грязище – грязь, «она моя». Снова же, существительное женского рода. На конце «а». Сокровище «моё» среднего рода – это несуществительное женского рода. Следовательно, на конце «е». Скука, скучище. Так как скука, она моя женского рода, на конце будет писаться «а». И дружище, друг, он мой, мужского рода, на конце будем писать «е». Ручище. Рука, она моя, на конце «а», так как это существительное женского рода. И пылище. Пыль, она моя, так как это существительное женского рода, на конце будем писать букву «а». Следовательно, ребята, мы с вами нашли правильный вариант ответа. Это вариант «а». Будьте очень внимательны. Какая буква пишется в словах «кашевар», «санцепёк», «кажиет» и «почему». Ребята, если перед вами сложные слова, вы должны помнить, при каких случаях мы пишем букву «о», а в каких случаях, конечно же, пишем букву «е». Смотрим, ребята. Значит, если у нас твёрдые согласные и не шипящие, например, «жэшэцэ» и «цэ», конечно же, то там будет писаться буква «о». Если у нас мягкие согласные или шипящие и «цэ», то там, конечно же, будет писаться «е». Смотрим, ребята. «Кашевар» у нас здесь слово на конце «шипящее», имею в виду на конце перецоединительный гласный. В слове «санцепёк» у нас перецоединительный гласный «цэ» и «кожиет» снова же перецоединительный гласный у нас «жэ», а это «шипящий». Следовательно, как мы с вами до этого определили, здесь должна писаться буква «е», так как «е» пишется в сложных словах перед шипящими и «цэ». Ищем правильный вариант ответа. Значит, мы его, конечно же, нашли. Мы должны выбрать вариант «б». Почему? Так как «е» в сложных словах после основы на шипящий и «цэ». Это у нас правильный вариант. Пишем, конечно же, букву «е». И мы нашли правильный вариант. Буква «е» пишется в сложных словах после основы на шипящий и «цэ». Будьте, ребята, очень внимательны. Ребята, если перед вами такого типа задания, как «укажите верный вариант заполнения диаграммы Эйлера-Венна, сравнив слова», то вы должны помнить, во-первых, что такое диаграмма Эйлера-Венна. Диаграмма Эйлера-Венна, когда мы сравниваем слова и, конечно же, находим общее. Посередине, где обозначена римская цифра 2, будет означать общее. Смотрим, ребята. Слова «запирать» и «загорать» – это у нас какие слова? Мы должны найти правильный вариант ответа. Смотрим. Слово «запирать», конечно же, мы знаем, что это слово, с чередующейся гласной в корне, которое зависит от суффикса после корня. Смотрим. Так как после корня стоит суффикс «а», то в корне у нас должна писаться буква «и». Следовательно, первую часть мы с вами решили. Смотрим следующее слово наше. «Загорать» – это у нас корень чередующийся гласный «о» или «а». Здесь у нас все зависит от ударения. «Загорать» – так как у нас это безударное положение, то здесь мы должны писать букву «о». Следовательно, ребята, мы с вами нашли первый и третий вариант. То есть данное «запирать» – это у нас слово с чередующимся гласным, в корне пишется «и», так как после него суффикс «а», и «загорать» – снова же слово с чередующимся гласным «о» или «а», в корне пишется «о». А общее возможно будет то, что это слова с чередующимися корнями. Смотрим на ответы. Значит, в корне пишется «и», корни – это с чередующимися гласными, в корне слово пишется «о». Следовательно, вариант «а» у нас правильный вариант. Посмотрите, ребята, на другие. В корне пишется «е», это уже неправильно. Дальше пишется, что в корне пишется «а» в варианте «с». Снова же этот вариант неверный. В варианте «д» указано, что в корне слово пишется «е», в корне слово пишется «о» под ударением, что уже тоже является, конечно же, неверным. И в варианте «е» в корне слово пишется «е», мы этот вариант тоже сразу убираем. Ребята, то есть при выполнении такого типа задания вы должны, конечно же, разбирать каждое слово по отдельности и потом искать среди этих признаков общее. Следующее тестовое задание в словах какого ряда после приставки корневое И не переходит в И. Помним, ребята, когда у нас И переходит в И. Если приставка оканчивается на согласную и корень начинается с гласной И, следовательно, там возможен переход в И. Когда это не происходит? После приставок межде сверх, а также после всех заимствованных приставок. Смотрим, ребята. Заискивающий у нас здесь буква И. Почему? Так как приставка начинается на гласную. Дальше. Безызвестный. У нас приставка, которая оканчивается на согласный. И, конечно же, у нас будет здесь И. Почему? Потому что слово начинается с буквы И. Известный. Далее. Пан-исламист. Пан у нас заимствованная приставка. Следовательно, слово будет начинаться с И. Безымянный, без имени. У нас приставка оканчивается на согласный, а слово начинается на И, имя. Следовательно, переход И есть. Дальше. Смотрим на вариант Е. Сверхидейный. До этого я вам сказала, если слова начинаются с приставок межде сверх, а также всех иноязычных, то там перехода в И не будет. Смотрим. Сверхидейный. Но разыгранный, так как здесь приставка раз, которая оканчивается на согласный. У нас, конечно же, переход И будет. Дальше. Контр-игра. Снова же. Контр у нас заимствованная. Поэтому здесь будет И. И подыскать у нас будет И. Почему? Потому что у нас приставка, которая оканчивается на согласный. И, следовательно, слово начинается на И. Искать. И переход здесь И происходит. Следующее. Поискать. Так как приставка оканчивается на гласную, здесь перехода, конечно же, нет. И взимать. Взимать. Обратите внимание. Взимать. Здесь перехода у нас, конечно же, в И не происходит. Следовательно, мы с вами нашли правильный вариант. То есть, если приставка оканчивается на гласную, либо есть у нас заимствованные приставки, либо приставки между, сверх, а также некоторые слова-исключения, то у нас корневое И переходить И не будет. Следующее задание требует от вас морфологических знаний. Смотрим. Слова «окрашена» скамейка и «раскорчевана» местность пишутся с одной буквой Н, потому что... Смотрим, ребята. Окрашена. Что сделано? Раскорчевана. Что сделано? Следовательно, на вопрос «что сделано» у нас отвечают причастие и краткие причастия. Следовательно, мы с вами должны знать правило. В кратких причастиях всегда пишется одна буква Н. Будьте внимательны, ребята. Если вам нужно определить количество одной или двух букв Н, но здесь уже дан ответ, что здесь нужно определить, почему в данных словах пишется одна буква Н, сразу же обращайтесь к своим знаниям по морфологии. Следовательно, в кратких причастиях пишется одна буква Н. Ищем правильный вариант. Это краткие страдательные причастия. Правильный вариант А. Укажите верный вариант заполнения диаграммы Эйлера-Венна. У нас слова «правленный» и «неслыханный». Мы должны, во-первых, найти здесь, что у них относится к каждому отдельному слову и что у них общее. Смотрим, ребята. Правленный. От слова «править» – «что делать» – «правленный» текст. Следовательно, данное слово образовано от глагола несовершенного вида. Следовательно, мы можем сказать, что это отглагольное прилагательное, и здесь пишется одна буква Н. Слово «неслыханный». Слово «неслыханный» – «слыхать». «Что делать»? Это у нас тоже слово, которое образовано от глагола несовершенного вида. Но. Есть приставка, но эта приставка тоже никакого отношения не имеет к причастию. Это у нас тоже отглагольное прилагательное. Но, так как это слово «исключение», здесь будет писаться две буквы Н. Но, ребята, помните. Значит, «правленный» и «неслыханный» – общее может быть то, что это отглагольные прилагательные. А, конечно же, что касается по отдельности каждого слова, «правленный» – одна буква Н, «неслыханный» – две буквы Н. Ищем правильный вариант ответа. Пишется одна буква Н правильно, образованная от существительных, конечно же, неправильно. Почему? Потому что это отглагольные прилагательные. Мы с вами можем найти по второму пункту. Ищем второй пункт, где данные слова являются отглагольными прилагательными. И вычеркиваем другие варианты. Этот вариант мы вычеркнули в словах два суффикса. Да, но здесь уже неправильно, так как здесь две буквы Н. Это тоже вычеркиваем. Значит, отглагольные прилагательные правильно пишется одна буква Н и пишется две буквы Н. Следовательно, вариант С – это правильный вариант ответа, потому что у нас оба слова отглагольные прилагательные, но в первом слое, слове «правленный» пишется одна буква Н, а в слове «неслыханный», так как это слово-исключение, пишутся две буквы Н. В задании Н и Н пишутся соответственно в словах предложений, вы должны, конечно же, обратить внимание на слово «соответственно». Что такое «соответственно»? То есть вначале мы должны определить предложение, в котором пишется одна буква Н, а затем уже слова предложений, где пишутся две буквы Н. Смотрим и вспоминаем правила. Ресурсы изысканы экономистами. Ресурсы изысканы экономистами. Ресурсы что сделаны? Следовательно, данное слово у нас «что» – это у нас краткое причастие, а так как мы знаем, что в кратком причастии пишется одна буква Н, следовательно, в данном предложении будет писаться одна буква Н. Дальше. Её манеры изысканы. Её манеры каковы? Изысканы. Данное слово является кратким прилагательным, а так как мы знаем, что в кратком прилагательном пишется столько же Н, сколько и в полной форме, ищем полную форму. Изысканные. Здесь у нас пишется две буквы Н, следовательно, у нас две буквы Н. Далее. Люди подавлены и унылы. Люди каковы? Подавлены и унылы. Так как это краткое прилагательное – подавлены, а в слове подавленной пишется две буквы Н, следовательно, и в кратком прилагательном будет писаться две буквы Н. И в предложении ягоды подавлены в тазу, что сделаны подавлены – это у нас краткое причастие, следовательно, в кратком причастие одна буква Н. Актриса избалована, вниманием публики. Актриса что сделана? Избалована – это у нас краткое причастие, а в кратком причастии, конечно же, одна буква Н. Публика избалована и капризна. Публика какова? Избалована – смотрим, ищем полную форму. Избалованная, так как это на ОВА, у нас есть суффикс ОВА, следовательно, две буквы Н, а так как это краткое прилагательное, то, конечно же, также будут писаться две буквы Н. Студентка рассеянная, студентка какова? Рассеянная – это у нас краткое прилагательное, ищем полную форму рассеянная, пишутся две буквы Н, следовательно, и в краткой форме тоже будут писаться две буквы Н. Звезды рассеяны по небу. Звезды что сделаны? Рассеяны – это краткое причастие, следовательно, одна буква Н. Сумка собрана в дорогу. Сумка что сделана? Собрана. Краткое причастие, следовательно, одна буква Н. И ягоды собраны на поляне. Ягоды что сделаны? Собраны. Здесь у нас снова же краткое причастие и одна буква Н. И мы с вами нашли, конечно же, правильный вариант ответа. Нам нужно было найти, одна и две буквы Н пишутся, соответственно, в словах-предложениях. Это у нас первое предложение, это у нас третье предложение, и всё. Значит, вариант ответа у нас D1 и 3. В каких словах правописание приставки зависит от последующего согласного звука? Вспоминаем, ребята. Сразу, когда у нас перед нами такие тестовые задания, мы должны помнить, что у нас приставки, которые оканчиваются на Z, S, вот они только лишь зависят от последующего звука. Смотрим. Бесшумный. Это у нас приставка, которая оканчивается на Z или SE. Следовательно, смотрим. Так как здесь у нас глухой звук, то и приставка без. Следовательно, мы должны выбрать этот вариант, так как бесшумный – это приставка, которая оканчивается на S или Z. Далее. Подтянул. Подтянул. Приставка под у нас неизменяемая, поэтому мы не выбираем этот вариант. То же самое в слове отпил. Вот у нас неизменяемая приставка, поэтому мы не выбираем эту приставку. Далее сбить. Но, ребята, помните, у нас приставки Z не существует. У нас есть лишь слова, которые начинаются на Z. Это здесь, здание, здоровье. И образованные от них слова. Ещё вы помните такое выражение – низги. Низги не видно. Это снова же слова, которые начинаются на Z. Но приставки Z не существует. Следовательно, мы данное слово не выбираем. Сговорился. То же самое. Приставки Z не существует. Следовательно, мы не должны выбирать данный вариант ответа. И через полосица смотрим на нашу приставку. Так как приставка оканчивается на S, следовательно, данная приставка, она зависит от последующего согласного звука. У нас вышло две приставки, которые зависят от последующего согласного звука. Это в слове первом и шестом. Ищем правильный вариант. Это вариант С. Один и шесть. Ребята, в следующем задании, таком, как решите кластер, вы должны, конечно же, посмотреть, что от вас требуется. Значит, в данном кластере нужно найти слова с чередующимися гласными в корне слова. Помните, ребята, что чередующимися могут быть гласные О-Е и А. То есть чередуются О с А и Е с И. Но иногда бывает так, например, как в слове плав, что может также чередоваться гласное И. Помните об этом. Смотрим. Сочетать. Сочетать мы знаем, что сочетание, вычитание. У нас корень ЧЕТ. Следовательно, ЧЕТ и ЧИТ корни есть. Это у нас корни с чередующимися гласными. Следовательно, мы должны, конечно же, выбрать это слово. Плавать. Снова же. Плавец, пловчиха, плывун. Это у нас снова же слово с чередующимся гласным в корне. Мы должны, конечно же, выбрать этот вариант. Распознать. Распознать здесь знать. Корень знать за Н. Следовательно, мы знаем, что это слово не с чередующимся гласным в корне. Мы не должны выбрать этот вариант. Мы не должны выбирать это слово. Дальше. Позвонить. Звон. Снова же, у нас не корень с чередующимся гласным. Далее, уравнять. У нас корень равен. Это корни с чередующимся гласными равные, ровные. Следовательно, мы должны, конечно же, выбрать этот вариант. И слове растаять, таять. У нас корень та. Следовательно, мы знаем, что это корень не с чередующимся гласным. Следовательно, мы не выбираем. У нас получились слова с чередующимися гласными в корне. Это сочетать, плавать и уравнять. 2, 3 и 6. Снова же, еще один кластер. Но при этом вы должны определить и найти слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. Что такое непроверяемые безударные гласные? То есть те гласные, которые мы не сможем проверить, даже подобрав однокоренные слова. Смотрим. Посветить свет данное слово. Конечно же, там есть корень с проверяемым безударным гласным. Возражать. Возражение. Возразить. У нас нет проверочного слова. Возразить. Здесь у нас не падает ударение на корень. Следовательно, мы должны, конечно же, выбрать этот вариант. Далее, кавычки. Кавычки мы знаем, что снова же словарное слово. Здесь мы никак не сможем проверить корневую гласную. Выбираем этот вариант. Далее. Выпалить. Спалить. Палит. Следовательно, в данном слове есть гласное в корне, которое мы сможем проверить. Следовательно, мы данное слово не выбираем. Далее. Сметение. Сметение. Вот это слово мы не сможем как. Сметение. Люди все смятении. О смятении. Здесь никак невозможно подобрать однокоренное слово, так как данное слово нужно запомнить. Это слово с непроверяемой безударной гласной в корне. И сидеть. Сет. Ты сет. Следовательно, данное слово есть гласное в корне, которое мы сможем проверить ударением. И этот вариант нам, конечно же, не подходит. Правильный вариант у нас ответ. Один, три и пять. Данные слова имеют в корне непроверяемые безударные гласные. Ребята, в данном случае мы должны решить гластор, указав правильный ответ. Обратите внимание на условия. Нам нужно указать слова, которые пишутся слитно. Смотрим на слова. Пол девятого. Мы знаем, что слова с пол могут писаться как слитно, так через дефис, так и раздельно. Смотрим. Слово пол девятого пишется слитно. Почему? Потому что мы знаем, что слова с пол пишутся слитно, если они не начинаются с гласной буквы, либо с л. Все остальные слова, если между ними нет других слов, пишутся, конечно же, слитно. Далее. По латыни. По латыни, так как это наречие, пишется через дефис. У нас есть по приставкой суффикс и. По неволе у нас это снова же наречие. Мы должны просто запомнить. Пишется, конечно же, слитно. Пол лимона. Снова же возвращаемся к той же теме. Слова с пол. Так как лимон начинается с буквы л, следовательно, данное слово будет писаться через дефис. Унтер офицер. Мы знаем, что это сложное слово, состоящее из двух слов, и оно пишется через дефис. И по двое. По двое это снова же наречие. Мы должны знать. Оно, конечно же, пишется раздельно. Следовательно, мы с вами установили, что два слова, это пол девятого и по неволе, пишутся слитно. Это наши правильные варианты. Два. И четыре. Ребят, в данном случае мы должны решить кластер и указать лишнее. То есть здесь уже будет наоборот. Мы должны найти через дефис пишутся. То есть мы должны определить слова, которые не пишутся через дефис. Смотрим. Какие же слова не пишутся через дефис? Мы знаем, что через дефис могут писаться предлоги. Так как сложные предлоги, они пишутся через дефис. Следовательно, мы выбирать их не должны. Мы зачеркиваем. Далее. Частица. Конечно же, частицы могут писаться через дефис. Тоже зачеркиваем. Ребята, союзы через дефис писаться не могут, так как у нас нет сложных союзов. Следовательно, мы должны их выбрать. Наречия. Как мы с вами знаем, ребята, наречия могут писаться как слитно, так раздельно, так, конечно же, через дефис. Следовательно, мы должны зачеркнуть наречие. Далее, ребята, глагол. Глагол мы знаем, конечно же, через дефис не пишется, и поэтому мы должны выбрать этот вариант ответа. И прилагательное. Ну, мы, конечно же, с вами знаем, что если у нас оттенки цветов, либо направления, либо слова, которые образованы от существительных, которые пишутся через дефис, там, конечно же, пишется дефис, и, следовательно, вариант прилагательный мы с вами должны зачеркнуть. Мы с вами решили кластер и указали, в каких словах дефис не пишется. Это у нас союзы и глаголы. Будьте очень внимательны. На этом наш урок окончен. При работе над тестовыми заданиями будьте очень внимательны. Когда вы работаете с ней или с ней, вы должны вспоминать о том, какие это части речи, также при работе с одной или двумя буквами «Н». Работайте, будьте внимательны, выделяйте основные моменты и не допускайте ошибок в тестовых заданиях. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин